Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшний день называется Неделя Святых Праводцев. То есть неделя, тогда воскресный день, когда мы вспоминаем ветхозаветных праведников Ноя, Авраама, Исаака, вспоминаем Моисея и многих других героев веры Ветхого Завета. Вспоминаем порока Даниила. В богослужебных текстах имеется много песнопений и стихир, которые прославляют этих праведников. Для порока Даниила и трех отраков, которых прославляют вот эти тексты, был выбор оставаться верным Богу, приносить молитвы и есть ту пищу, которая позволена ей законом, или умереть за нарушение приказа царя Вавилонского, что никто не должен молиться никому, кроме его статуи, никто не должен отказываться от той пищи, которую им предлагают, ну и так далее. И вот такой вот удивительный образ, когда люди под страхом смерти избирали все-таки верность Богу, избирали все-таки молитву, а не поклонение идолу, не поклонение царской власти. И это удивительный пример, который сохраняется во всех песнопениях, богослужебных нашей Церкви, как бы напоминание нам о том, нам, которым трудно бывает найти 10-15 минут, помолиться Богу, а люди, которые жизнью жертвовали, чтобы только соблюсти вот это общение с Богом, обращение к Нему. И вот эта притча о званных на вечере, она была сказана Иисусом в Доме Фарисея, как описывает Иерусалка Лука, когда во время праздника один из приглашенных, обращаясь к Иисусу, сказал, что он, наверное, счастлив тот, кто будет на перу в Царстве Небесном. Это был образ, который означал поведенную поведенную такую высшая радость человека, общение с друзьями, общение с близкими, общение с самим Господом. И случайно в народе такая древняя есть пословица «за столом посидишь, как в раю побываешь». Ну, понятно, это не за каждым столом, но тем не менее понятно общение с друзьями, вкусная пища, так сказать, люди расслабляются, там вино и все прочее. Вот такой образ высшей радости. И Господь очень часто этот образ использует. И когда Он говорит об этом счастье, то говорит о том, что для Него необходимо жить как-то по-другому. Не просто заботиться там о Валах, о супругах там и так далее, все, конечно, это хорошо, но не жить только этим, жить еще чем-то другим. Жить небесными благами, жить духовными благами, духовными ценностями. И этого, и в Ветхом Завете это было редкостью, и в Новом Завете это тоже каждому из нас обращается. И, конечно, вся притча, она как бы простирается и в дохристианские времена, и времена уже жизни Церкви. Надо сказать, что эта же притча излагается в Евангелии от Матфея, но там в каком-то более драматическом, даже, так сказать, грозном, на первый взгляд, варианте, что там эти званные не только не пошли на готовые вечери, а убили послалых этих самых слуг, кого убили, кого там голову пробили и так далее. И потом их, грозный царь, их наказывает, и сжег дома убийц он их, ну и так далее. Здесь сказано, все так довольно безобидно, что вроде бы он послал, они отказываются под разными предлогами, то пять пар валов купил, хочется скорее их попробовать, вот как они в работе, кто-то землю купил, надо же посмотреть скорее, не терпится, кто-то женился там, вот не может сейчас прийти, ну и так далее. Казалось, все предлоги такие очень простые, и нету здесь, так сказать, какого-то наказания для них. Но, однако, я думаю, что вот рассказанная в Евангелии от Луки, эта притча, она еще более как бы настораживающая, потому что оказывается, что даже не какие-то злые дела, и никого не бывает, ничего, но сказано про них, никто из тех званых уже не вкусит мои вещи. И напротив, посылает сына, раба своего, понятно, этого сына Христа, посылает, иди на улицы, там распутье, и так далее, зови всех. Это как бы картина израильского народа, которая в большинстве и в прошлые времена, и во время Христа, и позже отворачивается от своего мессии. Это человек, какие-то другие дела, в которых они очень способны, удачные, там финансы, врачебные дела, музыка и так далее, и народ израиля отворачивается. И, казалось бы, почему же это притча? Почему она связана мне с неделей правоцов? Мне кажется, что ответ находится в последней строчке. Никто из тех званых не вкусить печи, ибо много званых, но мало избранных. Значит, избранные есть, их мало, но они и есть. Эти избранные и есть и ветхозаветные праведники, Авраам, Моисей, Данил, Триотрок и так далее, и, конечно, и праведники народа израильцев, которые и в это время, после Христа, тоже обращаются. И мы знаем, какие бывают достойные, замечательные люди. И здесь, видимо, речь именно об этом идет. Мы знаем, что в последние 15-20 лет очень много растет движение евреи за Иисуса, мессианские евреи, медицианские везде и так далее, соединяющие вот свою принадлежность к народу израильскому с верой во Христа. Это удивительно такое движение, которое предсказывающие старцы древних времен, как бы знак то, что наступает, наступит время, когда весь Израиль спасется. И вот этот образ других народов, о котором говорится, что пойди там на распунти, улица там, забор и так далее, вот собирайся, кого там найдешь. И действительно, другие народы принимают это христианство. Вроде бы не так ярко все, но становятся христианами, становятся христианские страны, христианские культуры и так далее. Но вместе с тем и для них остается вот это предостережение, чтобы, смотрите, чтобы эти все вроде благочестивые дела не стали для вас препятствием. А вот в послании, которое из отрывка с послания Колоссянам, как бы перекликается с этим наставлением, и Павел говорит, умерцвите земные члены, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолу служения. А ведь идолу служения в Ветхом Завете это был самый первый и самый, так сказать, тяжкий грех, когда Израиль отворачивался от Бога, который его создал, который вывел из-за египетского равства, дал эту землю, и отворачивался от него всякими такими делами. Но всегда есть некий малый остаток. Это появляется еще в книге про Рока Осии, вот это учение об остатке, которое Бог сохраняет. Люди израильского народа, когда сохраняют эту весть о Мессии, и когда он приходит, принимают. Например, кто? Самые простые рыбаки. Среди них практически нет там образованных у людей раввинов, никого нет. Это рыбаки, это сборщики налогов, там кто-то еще. И те эллины, которым проповедует апостол Павел, с радостью принимают. А наоборот, в этих всех римских городах Евгений нередко начинает его гнать именно тому, что он проповедует язычникам, он общается с язычниками. Вот эта коллизия тогда возникала. И, конечно, и в наше время понятно, что даже человек, который выводит, ничего, так сказать, плохого не делает. Занимается своими делами, бизнесами и прочее, прочее. А к тому, что называется духовная жизнь, оказывается абсолютно равнодушным. И он оказывается отвергнутым. Он не набирает здесь, в этой жизни, того, что необходимо для жизни вечной будущей. Плоды духа, о которых Павел говорит, любовь, радость, милосердие, долготерпение, вера, кротость, воздержание. Такие качества, которые совсем не популярны в бизнесе. Там только дело прагматика. Если тебе такой не подходит, будь что там угодно хороший, но если он, так сказать, не обладается жесткостью, прагматичностью, не годится. Вот противостояние и особенно это идолопоклонство, любостяжание. Как важно иметь чувство меры, жить необходимой и достаточной. И как важно, потому что все эти богатства, они за счет того, что кто-то оказывается крайне бедным. Так что это наставление имеет очень важное значение и для нас с вами, когда мы подходим ко дню Рождества, то нам тоже важно подумать об этом. Отец Александр Мин, предлагая по декадам размышления на Рождественский пост, предлагает последние десять дней этого поста подобного во хвам привести младенца Иисуса не какие-то дары, кого-то посетить больного, с кем-то примириться, сделать хороший подарок, который человек ждет там и так далее. Вот подумайте об этом, что мы, каждый из нас может сделать, пока еще есть время до Рождества, пусть каждый подумает об этом для себя в своих условиях, что можно сделать такого хорошего, доброго, необычного, который, сказать, выходит за рамки наших обыденных дел. Пусть Господь нас благословит в это предстоящее время и пусть образ вот этих правотех, вот тех немногих, которые избраны, будет для нас всегда живым примером. Аминь.